Здравствуйте! В эфире Азов Инфоспорт в студии Александр Истомин. Лига чемпионов Южного и Северокавказского федеральных округов завершилась в минувшие выходные. В седьмой раз обладателем почетного титула стала команда Донгаздобыча из Сулина. Впервые за время проведения Лиги чемпионов в финал вышли две команды из Ростовской области. Всего в соревнованиях приняли участие представители восьми регионов Юга России. По словам министра спорта области Юрия Балахнина, тот факт, что оба финалиста таких крупных соревнований, как Лига чемпионов Южного и Северокавказского федеральных округов, представители Ростовской области, это свидетельство долгой работы, которая велась на протяжении последних лет. Очень много усилий прилагается в Ростовской области в последнее время для развития футбола. Причем это идет этапно. И детский футбол, и подготовка резерва, и молодежный винт. И вы видите уровень сегодня любительской лиги, да? Вот я же не зря сказал при награждении, что вот этот матч – это украшение фурнира. Почему? Потому что многие вчерашние отборочные или переходные матчи были несколько скучнее. На сегодняшний день я не могу сказать, что все прекрасно у нас на Дону в футболе, поэтому две команды есть, на чем работать. И мы работаем в абсолютно спокойном режиме. Абсолютным чемпионом Юга России по футболу стала команда Донгаздобыча, с минимальным отрывом обыграв соперника в команду «Славяне» из Сальска. В прошлом году мне вручили майку, там было написано 6 плюс 7. Ну я гадал, гадал, ну что значит 6 плюс 7? Мне расшифровали. 7 раз мы становились чемпионами области, и 6 раз чемпионами Южно-Федерального и Северокавказского округов. Вот теперь 7-7. Счет сравнялся. Команды-финалисты также получили мемориальные кубки памяти Эдуарда Лакомова. Сильнейший среди команд Северного Кавказа стал Лагаваз, представляющий Кабардино-Балкарию. Александр Истомин, Евгения Симакова, Азовинфоспорт. В рамках всероссийских соревнований по футболу среди клубов высшего дивизиона прошел матч между футбольным клубом Дончанка и московской командой Измайлова. Первый тайм завершился со счетом 1-0 в пользу Азовчанок. После перерыва соперникам удалось сократить разрыв. Победу со счетом 3-2 одержала Дончанка. В этом году девушкам удалось набрать 11 очков, что позволило подняться с последнего места в турнирной таблице на седьмое. Команда Азова по баскетболу продолжает беспроигрышное выступление в чемпионате области. В минувшие выходные команда провела по одной игре дома и на выезде. Со счетом 110-47 азовские баскетболисты выиграли у команды Кагальницкого сельского поселения. 102-47 счет игры против Сальска. Таким образом, на сегодняшний день азовчане делят первое место с Волгодонском. Встреча этих двух команд пройдет в начале декабря. Четыре азовских шахматиста приняли участие в первенстве Южного федерального округа. К сожалению, ребята не выиграли право участвовать в первенстве России, но показали достойный результат. В соревнованиях принимали участие спортсмены из Ростовской области, Краснодарского края, Калмыкии, Волгоградской области и Адыгеи. У нас играло 4 человека в первенстве Южного федерального округа. Двое постарших, наши лидеры Иван Занечковский. И Калмычек, Эвелина, и помладше. Резниченко, Виктория, Софьянов, Степан. Отлично сыграли старшие наши лидеры. Ева Калмычок долгое время находилась первая, второе место занимала. И только отсечка на финише не позволила ей попасть в первенство России. Она заняла седьмое место из тридцати, набрав пять с половиной очков из девяти, возможно. И полочка, какой-то ничьи не хватило до первенства России. Иван Занечковский, он в конце финишировал очень хорошо, набрал шесть очков из девяти. Тоже полочка ему не хватило, занял восьмое место из 50 участников, несмотря на большую конкуренцию. А вот, надеюсь, в следующий раз они все-таки выйдут в первенство России. Это все о спорте на сегодня. Следите за пульсом спортивной жизни. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова